На этой неделе с рабочим визитом Якутию посетил новый президент компании Алроса Сергей Иванов. Мировой лидер алмазодобывающей отрасли планирует увеличить в этом году производственные показатели до 39 миллионов карат. Более того, планирует и выдержать такой уровень в ближайшей перспективе. Также, несмотря на экономические трудности, социальную политику компании сохранят. Об этом всем речь шла на собрании хозяйственного актива Алроса. Заседание прошло в Мирном. Участники обсудили итоги работы за прошлый год и задачи на 2017. О чем конкретно говорили, расскажет Туяра Филиппова. Собрание хозяйственного актива Алроса – это площадка, где раз в год собираются представители всех подразделений промышленного гиганта, чтобы подвести итоги деятельности, наметить планы и обсудить наболевшие. Многих работников беспокоит проводимая в последнее время компания и политика освобождения от так называемых непрофильных активов. Просим вас убрать в приставку непрофильный актив с нашего предприятия. Список непрофильных активов, скорее всего, будет пересмотрен. По крайней мере, в этом году продажи не планируются. Но основная стратегия компании меняться не будет, сообщил журналистам Сергей Иванов в кулуарах собрания. Мы возьмем все лучшее, что было в компании за всю ее историю развития и постараемся внести свою лепту с тем, чтобы компания была более устойчивой, более гибкой, более мобильной и отвечала сегодняшним вызовам, которые, к сожалению, мы все видим. При этом новый президент компании ставит задачу повысить прозрачность и управляемость компании, оптимизировать издержки организационной структуры. Но это никоим образом не должно влиять, как отметил глава Якутии Егор Борисов, на сокращение геологоразведочных работ. От этого зависят перспективы и прибыль компании. Так сейчас активно ведется подготовка к освоению перспективного верхнемунского месторождения алмазов на западе Якутии. В этом году, на конец года, мы 75 тысяч еще руды привезем, как здесь уже было сказано, обработали на 12-й фабрике. То есть у нас уже работы по добыче руды на карьере Заполярной продолжаются, а грязные организации на Аверсовском горении. А с 2018 года уже непосредственно, когда все строительные работы будут выполнены, будут сданы в основном все объекты капитальные и будет передача идти к Зачинскому группу. Планы компании неразрывно связаны социальной направленностью. Социальная миссия корпорации по-прежнему будет состоять в поддержке территории нашего присутствия, повышении качества жизни сотрудников их семей, содействии развитию республики и росту благосостояния ее жителей. Подтверждением социальной ответственности Алроса стала закладка первой сваей нового здания реабилитационного центра Харесхал в Мирном и строящийся детский реабилитационный центр в Якутске. Кстати, решение о строительстве центра Харесхал было принято во время одной из рабочих поездок главы республики в Мирный. Решающим стало то, что в феврале 2014 года, Егор Афанасьев, вы посетили наш центр. И после этого было принято решение, что у Алмазной провинции должно быть новое современное здание. Я благодарю вас за это решение. Алроса для нас является социально ориентированной, социально ответственной компанией, мировой компанией, которая участвует активно в нашей и общественной жизни, и в наших делах, которые связаны с поддержкой тех, которые имеются в республике. Вместе с тем, Егор Борисов еще раз выразил новому руководству компании принципиальную позицию власти республики о необходимости сохранения контрольного пакета акций Алроса за государство. Позже об этом же речь зашла на отдельной встрече с главами муниципальных образований улусов Алмазной провинции. Также здесь обсудили вопросы сотрудничества по рекультивации земель, привлечению компаний местных кадров, защиты заповедных территорий. Кстати, опыт Алроса по работе с хозоактивом, как эффективный формат, рекомендовано распространить и на другие промышленные предприятия. Туяра Филипова, Владимир Таюжский, Якутия, день за днем, Мирный Якутск.